всем огромный привет всем привет из канады сегодня мы пойдем в такой магазин который называется nordstrom rec это американский магазин очень дорогой магазин nordstrom а nordstrom rec это как будто бы его аутлет девочки которые в америке живут конечно же знают этот магазин в канаде он открылся сравнительно недавно и ну вот в америке он шикарный был раньше я когда-то когда ездила часто в него ходила и очень любила в него ходить там прямо продавались по-настоящему брендовые вещи намного намного дешевле чем вот они продаются в ботиках и в том числе обувь очень хорошая очень задешево в канаде я была здесь несколько раз что-то меня не впечатлило особенно но я была во время пандемии когда у нас вообще было в магазинах абсолютно пусто и вообще непонятно что происходило вот сейчас я хочу сходить еще раз и посмотреть что происходит там девочки которые из канады я нахожусь сейчас миссисаги heartland центр вот есть магазина nordstrom rec давайте пойдем посмотрим ой я должна сказать что все стало еще хуже когда-то здесь было вот сумок очень очень много и сейчас я смотрю прям так жиденько висит все но здесь продается хорошие компании кто это хобо 180 долларов вот такая вот сумка здесь продается ну как хорошие вот келлин кляйн кейт спейт марк джейкоб все вот эти вот компании американские которые ну вот представлены во всех крупных довольно магазинах вот это например бренд кейт спейт это довольно дорогая компания сколько она стоит 304 долларов дешево да так это у нас кто тоже кейт спейт и она здесь 250 наверное это дешево вот тоже двести двадцать четыре это тоже нам и кейт спейт да вот такая вот сумочка просто желтенькая хорошенькая но вообще я должен сказать для кейт спейт это дешево но если допустим в штатах в этом магазине подаются вот прям такие знаете бренд бренд вот этот бренд тори был это тоже дорогой дорогой американский бренд триста четырнадцать долларов а там он стоил в тори бэрч 558 вот симпатичная плетёшка тори бэрч и она стоит 540 долларов а стоила 1000 1000 чем-то вот такая вот сумочка представляете но она хорошенькая конечно ну что вот так вот тысяч долларов за нее просить или пиццу да конечно вот борзость так майкл курс 258 это цена курса или это цена здесь он так все так прицеплено зацеплено а ну вот цена майкл курс 378 а здесь стоит 189 вот такая вот маленькая сумочка ну в общем вы поняли да но магазин ужасающий пустой абсолютно ничего здесь нет это даже маркчейка как-то даже грустно я прям думала что все-таки пандемия закончилась товару товару навезли а фигушки а вот хорошенькие джинсовый симпатичная джинсовая куртка за 47 долларов вот такой бренд не знаю хорошая такая симпатичная ведь двух цветов сделано креди розовый кожзамчик за 45 долларов ну да ну прям такой курсом такой типа масс-маркетовский вот такой же белый какие-то блузки ухты посмотрите какой ужас девочки они реально колючий стив мэддон ну конечно 120 баксов реально неприятно держать в руках ничего не нравится я огорчаюсь у меня пропадает и у меня пропадает вдохновение так зимние блестки ладно пойдемте отсюда из обуви пойдемте посмотрим одежду что мои дорогие девочки несмотря на мое бухтение и фуканье я все-таки нашла что примерить нашла кое-что вам показать хотя конечно я даже не стала снимать магазине потому что там столько вот такого устаревшего барахла который которому не знаю лет десять уже пора было бы отправиться на на помойку но они все еще это продают причем по ценам не таким уж и дешевым у нас есть вот эти вот типа tg max стоки которые в которых эти вещи все те же самые компании продаются намного дешевле чем здесь но за счет чего-то все-таки этот магазин живет и существует и я хочу сказать вам что да что здесь очень хорошие такие чистые более или менее примерочные с хорошим светом с очень громкой музыка я надеюсь что я перекричу ее вот но где она же не пропадала чему только не перекликивали уже ну вот ассортимент вот что-то безумное вот эту куртку мне захотелось примерить что мне она реально понравилась несколько симпатичных таких платьев всяких вот ну давайте примерить вы знаете очень симпатичная платьица эта компания называется бетти джонсон бетти джонсон а такая американская дизайнер шик она уже развалилась даже мне кажется или я с кем-то путаю мне кажется такая тетенька немножко такая если вы посмотрите как она выглядит она такая немножко выглядит как будто бы она не в себе я если найду фотку я потом где-нибудь здесь приделаю и значит и но у нее такой стиль одежды украшения она делает все такое сумасшедшенкой какой-то совершенно безумные расцветки какие-то безумные цветочки ягодки клубнички в общем такой знаете кич прямо вот кички чего кич если честно я не уверена точно я была уверена вернее что они компания разорилась но она по-моему запродалась какому-то большую какому-то большому бренду и и они продолжают выпускать ее изделия я не уверена но она как будто осталась там директором этой в этой компании уже не не хозяйкой но что такое продолжает делать я натыкаешь магазинах ну вот что я хочу сказать но платья очень симпатичная кстати вещи в ее ее бренды совсем не дешевые ну чтобы там уже прям дорогие как будто бы это какой-то какой-то знаете дизайнерские вещи но как бы да типа сейчас посмотрите сколько она стоит это платье она очень хорошенькая посмотрите очень красивая расцветочка тут много всяких деталей но она отличается этим бейтс джонсон ее одежда что здесь вот какие-то складочки закладочки здесь какая-то видите опорочка идет внизу несколько юбок здесь тоже какие-то застрочки какие-то швы значит что мне странно в этом платье вот здесь резинка на талии в принципе мне талия как бы вот если я так вот опускаю вниз то получается что талия мне низковата но если ее вот так вот поднять приподнять вот эта резинка она не дает ей падать и получается какой-то такой знаете сверх с напуском а низ вот такая вот красивое платье вы знаете неожиданно мне интересный его состав рукава такие здесь вот такой вот рекламу лавинка хорошая она не дешевая думаю что она порядка долларов 70 8 месяцев стоит что совсем как бы не даром но она очень симпатичная вот видите как как называется компания бейтс джонсон бейтс джонсон это размер медиум значит здесь она стоит 84 доллара мне так и думала так что это не дешевая компания называется платье называется сангрия самцы красиво правда значит 95 процентов плестер и 5 процентов хлопок вот никогда бы не сказала она совершенно как будто бы хлопковая вот абсолютно как будто бы хлопковая платьица и в нем так много всяких красивых знаете каких-то вот швов зал с деталей вот это вот все вот это вот симпатичная довольно но ну слушайте синтетическое платье за 84 доллара я думаю что у бетти джонсона 100 долларов 200 так ну может 180 как-то хорошенькая да но синтетика ну и в общем пойдемте дальше еще одно очень хорошее для платья ну вы знаете уже наверное мой вкус и вы знаете к чему меня тянется рука вот к таким вот платьям такой вырез огромный просто уж какой-то но я хочу сказать что другого типа платья которые здесь висят они настолько старомодные ужасные достигит платье футляр и вот какие-то вот такие вот знаете таким маленьким рукавчиком типа крылышка вот ночью я даже может может я пойду выйду с внешне поснимаю и покажу вам что вы понимали о чем я говорю и и вот значит ну она миленькая очень симпатичная это размер экстрасмол представляете то есть если бы она была побольше вот здесь груди она бы мне было хорошо но не было это смол и экстрел экстралач я выбрала экстрасмол юбка мне нормально карманчики есть вверх конечно мне маловато счет этого вот этот вот вырез прямо огромный но в принципе она симпатичная хорошая такая расцветка такая клетка зеленая с белым яркая не такой вот это вверх и глаз но такое нежненький такой зелененький такой травянистый симпатичное платье но опять же примеряю просто для для фана для развлечения потому что у меня таких платьев миллион к чести этого платья должна сказать что она хлопковая стопроцентный хлопок и вот здесь вот подкладка тоже стопроцентный хлопок подкладка только вот на рукава больше нигде нет вот такой вот бренд мы добыл не знаю размер экстрасмол прошу заметить ваша блогерка от экстрасмол до экстраларч я имею любые размеры влезаю в любые размеры вы знаете что я не смотрю на размер потому что не смотрю конечно но каждая компания имеет совершенно свою размерную сетку вот если это какие-то незнакомые мне бренды я не знаю размеров никогда не примеряла ничего но я просто смотрю ну как он выглядит ну вот оно видно же что она довольно такое немаленькое вот здесь вот здесь юбка широкая ну чё она конечно налезет вот здесь маловато оказалось груди так давайте посмотрим она стоит 80 долларов а стоило на 128 новый оригинальном магазине откуда его привезли потому что это тоже сток хорошо так сделано аккуратненькие карманчики здесь так все аккуратненько зашито я должна сказать что она довольно неплохо выполнена опять же 80 долларов как бы не такое должна сказать что это платье очень неплохое она как бы такое платье парашют большое широкое выполнять все функции платье парашюта я не очень люблю вот этот вот стоячий воротник стойка но в нем много интересных деталей я вам потом покажу видите вот здесь вот на плече вот здесь на плече такая как будто в сборка и на рукаве тоже сейчас я оттяну его видите она идет так вот по всему рукаву я сейчас снимаю а у меня apple news новости apple посылает мне как телефон и выскакивает на экране значит видно как в какие новости иногда самые важные новости он не появляется даже когда я снимаю или по телефону и тут значит я снимаю все платится плать тут у меня появляется новость что канада пойдет великую депрессию в двадцатом двадцать двадцать третьем году нам предрекают кризис кризис экономический большой и ужасные великие ужасные что делать кому легко всем сейчас плохо вернемся к платьицам от грустных новостей правда вот хочется отвлечься чтобы не думать обо всем этом и не слушать все новости платье симпатичное его можно вот здесь вот немножко собрать она все полностью идет на пуговицах застегивается давайте я его пересоберу и посмотрим как смотрите я немножко так собрала в принципе можно больше сделать что получилось оно такое приталенное так тоже хорошо не в нем прямо не хватает кармана прямо хочется карманы здесь у него есть подкладка я посмотрю с какой ткани мне кажется что все это хлопок и вот такой вот симпатичное платье сейчас посмотрю сколько оно стоит значит состав его 98 процентов хлопок и 2 процента что-то какой-то фолист не знаю вас там или что-то такое и подкладка в район стопроцентный район подкладка есть только вот внизу под юбкой то есть вот здесь вот вот отсюда вот от талии она пришита и вот она идет только там где юбка что хорошо чтобы она не просвечивалась и ничего не не было видно бренд вот такой называется эй ст размером идем на она довольно большое она стоит видите 55 долларов всего лишь а стоило 90 знаете неплохой платье катоново практически его 10 очень интересно сделано сделано так не просто так а в принципе с фантазиями вот такой вот симпатичное белое платье после белого нас или черное платье того же бренда что вот это белое платье но тот же размер medium но она виталина и сзади у него на спине резинка я в него с трудом влезла и вот здесь у него замок я не стала застегивать я могла застегнуть но я он так плохо заедает я побоялась что я его потом не расстегну из него не вылез платье красивое хорошо так знать хорошая идея хорошо сшито вот этот вот здесь тоже квадратный вырез вы знаете как я люблю квадратный вырез почему-то и очень редко делать квадратные выреза в платье но мне это очень нравится значит вот такой рукавчик и здесь такой разрез тысяч анжелина джоли помните на каком-то оскаре она пришла в черном платье с разрезом и она весь всю красную дорожку стояла вот так вот вытащив я даже не могу так стоять вытащи свою ногу вот так вот в разрез вот этот вот такой вот кривой позе она простояла все все всю красную дорожку это очень неудобно но в принципе я хочу сказать что это да это как-то красиво так забавно придает такого некоторого ему этому платье такого знаете игривости и там вот такой вот симпатичный платье черное мне бы надо было плач наверно потому что нам не так узковато но опять за счет того что сзади там резинка сделана на спинке я вам покажу она так узенько видел 10 замок который я не стала застегивать до конца чтобы избежать неприятностей в смысле если мне не удастся его стекло так я не стала снимать его потому что я принесла несколько вещей которые я хочу с ним померить именно вот как черное платье как основа знаете вот такой вот халат но он не дотягивает по длине он ведь и должен был быть длинный и наверное лучше бы он смотрелся с этим белым платьем если я сверху надела хотя по цветам они никак не подходит но я не знаю это не халат это на самом деле так как это накидка какая здесь топоршица рукав у меня так в принципе рукав нижний платье но в принципе вот это как идея вот какой-то такой знаете накидки на такой летний летняя накидка я можно на пляж наверно можно просто надеть на какой-то сарафанчик чтобы прикрыть руки и плечи в общем вот такая вот штука такая немножко такой знаете национальный колорит я бы сказала сделан он из стопроцентного района medium-large вот такой вот бренд dr2 я знаю его он продается в наших стоковых магазинах в других и платье есть и всякие там кофточки и стоит он 37 долларов что недорого но не знаю прям только халат но в не в определенных обстоятельствах вот например как как вещь допустим потому что он из района сделан как накидка на пляж и например на купальник хотя он довольно темный для пляжа для лета не знаю куда выносить девочки мне по нас такая расцветка интересные вообще я хотела его примерить но он такой не не небольшой совсем это видим на в чем-то к нам не довольно так плотненько помните в начале я снимал я вам показывал эту джинсовую куртку она мне довольно таки понравилось и я решил ее взять померить куртка очень ничего это размер medium видите вот она мне вот здесь вот я не застегну но сверху она довольно большая в принципе их не надо застегивать эти куртки кто ее застегивает на самом деле смотрите какая интересная она очень такая знаете двух цветов сшита как будто бы из двух кусочков здесь такая бахрома немножко на рукавах тоже сам если мне нужно было я задумалась над ней потому что она стоит долларов 47 что такое не страшно но мне не нужна просто мне очень много джинсовых куртков куртков курток корт тысячи куртков для баба карла вот но вот так вот она выглядит неплохая курточка объемненько такая в эти плечи такие широкие интересная куртка симпатичная очень даже ничего и такой типа стиль типа леваясь вот эти вот карманы да ну вот это вот разно разным два цвета добавляет к ней в общем-то интересность так вот так называть компания новым кирс стоит на 47 долларов и размер митю вот такой приятно симпатично тогда позже почему мне так смешно одержишь ну я увидела его на вешалке вот это нечто я конечно поняла что я не пропущу это я обязательно возьму это примерочную потому что я люблю прикалываться с какими-то странненькими вещами это что-то очень прикольное что-то очень дорогой там этикетка висит она дофига стоит но она вот висела на вешалке вот так я оставила это черное платье внизу потому что чтобы не просвечивалась как бы она же просвечивается все абсолютно висела она вот так вот вот без чехла я не знаю как должно быть или это что но это нечто 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 посмотрите какая ха-ха девочки ну что ж такое как же я люблю всякие фриковатые шмотки просто я я фанат фриковатых шмоток я никогда в жизни бы не стала покупать это платье потому что мне абсолютно некуда его носить чехол я конечно шла к нему какой-то но ну то есть я просто не представляю куда я могу пойти в канаде особенно у нас ну какой-то такой большой но не великовато ну ничего так нормально но я просто вот тащусь от таких нетрадиционных нестандартных вещей чисто как вот пейсов арт что называется ну вот как будто какое-то просто произведение искусства не как одежда а как что-то вот интересное что можно примерять вот так вот помахать руками с этими лентами помахать вот этим вот вот эти вот юбкой турнюром я бы сказал да да ну в общем я принесла чтобы вас повеселить и себя немножко и чтобы немножко вот так немножко развлечься и посмотреть что-то не традиционное нестандартно ну что вы скажете надели бы вы такое платье купили бы вы такое платье сейчас вам еще покажу сколько оно стоит вы поймете что наверное не купили бы хотя есть люди которые это очень любят и которых есть деньги я очень даже понимаю я если бы вот у меня ну как бы было куда его надеть куда такое носить я подумала но мне просто абсолютно некуда значит вот такое название так смотрите стоило на 892 доллара а здесь сейчас у нас тут 356 представляете при этом стопроцентный полиэстер конечно же но сделано в юссей не в китае что ну в том сказать в нашей жизни всегда есть место празднику оно такое симметричное видите здесь вот такое здесь на крови вот такая вот оборочка платье праздник и цвет такой офигенный зашибись так теперь вот это платье сейчас я вам про него скажу значит это вот тоже вот этот компания от кожи как белая и ст medium размер стоит она 60 долларов стоило 109 видите сзади у него такая резинка такая на спинке она все хлопковая и вверх и подкладка сейчас вам девочки скажу страшную тайну оно так воняет я могла дождаться его снять то есть кто-то для меня его померил и она пахнет не духами нет таким каким-то в общем короче я в нем стояла и примеряла и думала вот черт меня дон там настолько целый целый вешал этих платьев мне надо было схватить самый вонючий конечно сейчас я приду домой и побегу сразу мне вообще если честно очень часто после моих примеров хочется что я и делаю приезжаю домой безо сразу в душ потому что вот это все примеряешь иногда прямо вот это я вам таки тайны блогинга тайны фэшн-блогера который примеряет вещи в примерочных неимоверных количествах это фан но не всегда девочки фан вот такие значит наши будни все девочки такие у нас примерки я прошу прощения за такие подробности насчет этого черного платья я не могла с вами поделиться я надеюсь не испортил вам настроение аппетит но правда жизнь все я надеюсь что вам понравилось вам было интересно подписывайтесь ставьте лайки очень вас люблю целую увидимся в следующем видео всем привет с канады пока пока